всем привет вы находитесь на канале айхаус термо плюс с вами олег кузьмичок у нас гостях василий канал московская деревня моё почтение сегодня мы будем осматривать наш объект монолитный дом печи комфорт вас поехали 200 почему 200 а зачем 300 миллиметров не нужно 200 по проходит все по нормам дальше там нас утеплитель нас фундамент весь утепленный а что у нас по теплосопротивлению фундамента какой у нас вообще здесь у вас вернее здесь фундамент плена у нас здесь у нас здесь фундамент сейчас на ребрах лента поднята на 75 сантиметров и дальше залито поверх плита но внутри везде утеплитель 100 миллиметров эксклюзированный пенопластирол то есть коэффициенте просто теплосопротивления у нас какой фундамент а он по зонам делится есть зона 1 зона 2 зон 3 зон 4 здесь даже зона 4 если взять 24 коэффициенте теплосопротивления просто плиты без утеплителя равняется 8 с чем-то это даже без утеплителя в зоне 1 без утеплителя ну потом можно прибавить эксклюзивный пенопластирол она равняется два с половиной но я примерно говорю не надо фундамент считать так как это мы внешние стены там есть зоны там все это есть а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, я как судебный эксперт в области недвижимости, все знают об этом, не знаете, если значит, должны знать. С точки зрения оценщика, монолитные дома являются домами номер один по востребованности. Вторые по востребованности являются дома, построенные из кирпича, как ни странно. Третьи по востребованности рынком, это дома, построенные из газобетона. Поэтому я здесь полностью согласен. То есть это долговечность по конструкции. Второе, это однородность стен. То есть у нас нету, как из кирпича сложен конструктор Лего. Потому что там это конструктор Лего. Один кирпичик прилет, складывает по кирпичу. За щели никто не отвечает. За щели, конечно, никто не отвечает. За качество кладки тоже никто не отвечает. Третье, так как у нас стены все-таки очень тонкие, 150 миллиметров, это достаточно. Наружных стен и внутренней перегородки 150 миллиметров, то у нас площадь пятна застройки, она получается меньше. Тонкие стены с хорошей несущей способностью прекрасно решают. Вот у нас сейчас объект там, это у человека 7 соток. И вот этот дом туда вписался. Потому что расстояние до соседей, если бы он выбрал другую технологию, он бы не выдержал. Я понял, я понял. Какие еще плюсы есть у монолитных домов? Ну, это способность накапливать тепло. Да, инерционность. Инерционность. То есть у них, у монолита, самый высокий коэффициент теплоусвоения. Самый большой коэффициент в одном кубе собирать тепловую энергию. Самый большой. Потому что чем плотнее материал, тем больше он может собрать тепловую энергию. Чем отличаются каменные дома от всех других домов, и в том числе от полистиролобетона? И к каменным домам относится монолит, потому что это искусственный камень. Это если зимой в нем тепло, то летом должно быть прохладно. Почему в нем летом прохладно? Потому что у стен определенная температура, там 22, 23, 24 градуса. Теплый воздух, если мы даже откроем окна на час, их потом закрываем, температура сразу выравнивается. Потому что у нас вот какой объем бетона, и температура воспринимается. Бетон неохотно отдает и неохотно принимает. Да, плюсом еще монолитных домов, он без отопления, если нормально сделано утепление, качественно. Не просто толстый слой утеплителя прибить грибами, а если его еще и правильно сделать. С минимальными мостиками холодно. Он без отопления может простоять при минус 20, неделю-две, и даже беспокоиться об этом не надо. Олег, в интернете бытует мнение о том, что монолитные дома, дома холодные. Как вы решаете эту проблему, и вообще проблема ли это? Ну, я согласен, что в интернете очень много мнения, потому что панельки, а панельки, они снаружи не утепленные. Дальше панели, это еще и швы. Любой шов, там может быть не заполнен. Ну, как раньше строили, набросали где-то растворы, вот на соединение этих панелей, и там остался воздух. Если снаружи у нас получается, где-то воздух начинает проникать через шов, он может проникать в углу помещения. И даже внутри квартиры, далеко от окна, может... Хорошо, швы идеальные, швы идеальные. Ну, у нас это не было технологией в те времена утепления, потому что технология утепления наружных фасадов, она пришла в начале 2000-х годов. Уходим от вопроса, уходим от вопроса. Как вы клиенту доказываете, объясняете, что ваш дом будет теплый? Да мы не доказываем, клиент, наверное, сам уже понимает. Если снаружи есть утепление, значит, он будет теплый, потому что это термс получается. Хорошо. Друзья, кто не видел канал iHouse, посмотрите, реально крутой проект, реально крутые вещи Олег творит на своем канале. И использует при этом самые современные энергоэффективные технологии утепления. Мы не случайно стоим в этом помещении, вы видите, что у меня за спиной. Я сейчас даже, наверное, покажу, что находится. Друзья, вот только что взял, я оборвал этикеточку одного из заводов по производству самого эффективного, самого энергоэффективного, самого крутого материала по утеплению любых домов. Кстати, этим материалом, который называется пенополи-изоциан-урат, утепляет не просто дома, а космические корабли, корабли дальнего плавания, различного рода военные сооружения. Друзья, это космический утеплитель. И мы не случайно находимся как раз таки в окружении этих плит. Итак, проблему с утеплением дома ваша компания решает с применением пира. Почему не пенопласта? Не, ну если человек... Не, давай я поржу. Просто, допустим, пиром утепляешь, вот стена 10 сантиметров, 15 сантиметров бетона, пира примерно столько же, да? А если пенопласта, полметра. Надо, во-первых, пенопласт 250 миллиметров, вообще недостаток... Я анекдот говорю, что стена тонкая, а пенопласта вот так. Да, да. Недостаток пенопласта нету четвертей. Недостаток. Это большой недостаток, потому что прямые швы – это мостики холода. Во-вторых, если взять, подсчитать полностью пенопласт, грибы, а гриб хороший, он, если 250 миллиметров, а их надо на пенопласт 5 штук, он уже стоит 45 рублей, гриб. Ну, да, 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 конечно. Если взять это пир, то 120 миллиметров, он стоит 20 рублей. Там нам пенопласт сколько слоев надо? Ну, скорее всего... Короче, в два раза толще. Я расскажу. Давайте возьмем, там надо два слоя грибов. Первый, пускай он стоит 20. Стену, да? Вторую в первую стену. Второй слой тоже 5 грибов на квадратметр. Если мы посчитаем, это 40 рублей умножить на 5, это на второй слой уже 250 рублей на квадратный метр надо. И на первый слой там рублей, наверное, 120. То получается уже фактически 500 рублей только на грибы уходит. Там, в этом, в этом, короче, ребята, если вы визуально могли представить все, что наговорил Олег, там получается какая штука? То есть тоненькая скорлупка дома, толщина стены здесь 150, да? Да. И вот такой вот пирог пенопласта. То есть, чтобы этого идиотизма не было, тут такая тоненькая стена и вот такой пирог пенопласта. Как раз таки его компания делает следующее. Вместо пенопласта берет, приобретает и устанавливает пир, который, в отличие от пенопласта, не горит, мышки его не жрут, от воды он никак не страдает, он никак не оседает, как от стекловата. Срок службы я перебью. Я не знаю, какой срок службы у космических кармалей. Ну вот у меня испытание есть, это немецкого института, у меня есть видео, где вырезали уже пир из готовых конструкций, ну, реновация домов происходила. 26 лет и 37 лет. По качеству, по сопротивлению ничего не потерял. Понятно. Ну, срок службы свыше 50 лет, это однозначно. А в закрытом состоянии? Ну, в закрытом состоянии, конечно, если он не на улице будет лежать. Да, друзья, кстати, когда нам говорят, что я рекламирую, там, Вася, ты рекламируешь, там, пир, да, Вася, ты рекламируешь, или Олег, ты рекламируешь свой бетонный завод, у него, первого завода нет своего, да? Нет. Или есть? Пока нет. Друзья, все это ерунда, просто у человека сложилось мнение, обоснованное мнение о том или ином продукте. И, кстати, по пиру есть один недостаток, это его нельзя класть на солнце, то есть его нельзя, как некоторые люди, да, прибили на стенку и два года не штукатурят, и он начинает немножко облазить. Нет, нет, вы не правы. Немножко облазить. Мы уже провели испытание. У меня тоже это испытание проходит, во дворе лежит панелька. Нет, мы прямо у нас провели испытание, я могу вам позвать человека, который у нас там работает, Эдуарда Алексеевича, он вам расскажет, пир на стенах незащищенный, простоял всю зиму с того года, и ничего с ним не случилось. У меня просто пролежал, наверное, тоже год на земле, на земле. Он у нас на готовой конструкции. Он полежал, он пожелтел. Он желтеет, и все. Там щеточкой его надо просто пройтись. Да, да. Ну, то есть, в принципе, как и любой человек, которого положить на открытое солнце, человек начинает разрушаться. А об этом маленьком недостатке, который является просто обыденным явлением, то есть любой материал на солнце разлагается, надо об этом знать и никогда не оставлять на несколько лет вашу оклеенную пир панелями, ваше строение незащищенное. Я согласен, что нельзя его оставлять на несколько лет, но зиму переживает в наших условиях спокойно. Зима, где нет солнца, легко переживает. Итак, Олег, о коэффициенте теплоусвоения. Парочку умных мыслей, потому что у нас, у моего канала, допустим, 10% населения женщин. Они бывают очень грамотные, но надо все-таки рассказать, и для них понятным человеческим языком. Ну, есть такое понятие коэффициент теплоусвоения. Это длина волны, которая проходит у нас через толщу стены. Вот у монолитного железобетона этот коэффициент теплоусвоения равен 160 мм. Это длина волны, то есть за 24 часа стена должна прогреться насквозь. Это преимущество монолита. Если берем там полистиролбетон, другие, у них там всего лишь там может быть 30 мм. То есть эта стена не прогреется насквозь до температуры 20 градусов, 21 градусов, 22 градуса. Наша средняя температура стены, вот если здесь будет лежать утеплитель при минус 23, она равняется 21,5. Вот какую вы стену можете нам это показать, чтобы ее температура была 21,5 градусов. Это в разрезе. Вот здесь вот где-то посередине 21,5. Так, а теперь еще раз для женщины и для меня. Для женщин, для меня. Какой плюс? Какой плюс? У нас, если это была бы стена толще, то у нас идет вторая волна. То есть она работает дальше на разогрев стены. Вот в чем недостаток это... Ребята, я же сказал, не работайте здесь пока. В чем недостаток? То есть мы, у нас идет рассеянное излучение тепловое на прогрев стены более толстой. Вот в этом недостаток. Иногда вот прогреть вот толстые стены каменных домов, их просто надо там месяц греть. Эта стена нагревается быстро. Из-за того, что она просто тонкая. Тонкая. Да, тонкая, да. Да. И чем тоньше стены, тем это лучше. Вообще для любого материала. Потому что его температура уже повышается. Музыка. 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 Есть монолитные дома, которые применяют эту технологию 100-мм стен. Вот у них есть большой недостаток. Это струна гитара. Я про них и говорил. Струна гитара. Чем она тоньше, тем она звонше. Да. Вот этот дом получается барабан. Вот я никому не советую дом из монолита делать, чтобы стены были 100-мм. Просто вот по ней будешь стучать, она звенит. И это все передается по конструкции. Открывается дверь входная, межкомнатная. Вот вы открываете и закрываете, и все это будет слышно. А когда конструкция 150-мм, то этот звук уже глушит. Ну, плюс у нас здесь штукатурка. Друзья, как мы все знаем, не существует идеального строительного материала. И я так думаю, что недостатки у монолитных железобетонных домов и стены из этого материала тоже имеются. И, наверное, Олег нам расскажет все-таки, какие проблемы бывают у строителей и у пользователя таких домов. Держимся по ним. Нет, есть недостатки. Но это недостатки именно в возведении этой конструкции. Потому что это не сложить дом из кирпича. Это изготовить изделие, его отлить. Цена, конечно, здесь уже берется не с куба, не с квадратного метра. Здесь берется цена за изделие как за лестницу. Вот лестница, там же куба бетона мало, а стоит она примерно 8-100 тысяч. Итак, Олег, поперечисляй, потыкай пальцами на те места, где у строителей возникают сложности с работой с данным материалом. Ну, и какие проблемы могут возникнуть у пользователя данных домов? Это гораздо интереснее, чем дома, где все сладенькое, все пушистое, а потом все гниет и отваливается. Вообще, недостаток монолитных домов, это может быть, если вы не заложили заранее футляры под электрику, не сделали заранее вентиляцию. Это бешеная проблема. Вот, из-за этого могу показать. Вот, у нас здесь все заложено уже. Это у нас электрика, да? Там электрика, он может показать розеточную группу. Вот, у нас заложено. Вот, вот. Дальше. Все локации мы видим на камеру. Да. Дальше мы везде делаем вот такие кубики-проемы, чтобы их не долбить. Это для отопления. Такие большие, да, проемы, друзья. Давайте поближе посмотрим. Ну, его потом заложить кирпичом можно. Понятно, понятно. Просто вот был какой кусок пенопласта, вот такой положили. Просто закладываем пенопласт, обрезки. Ага, ясно, ясно. Потом шибаете при необходимости? Да. Ясно. Дальше у нас мотоэлектрика на вталке. То есть, у нас там все тоже сделано. Вот у нас потолочный розетник, подрозетник. Мы их изготавливаем сами. Вот это черненькое отверстие, да? Там отверстие, там футляр, труба, в которой будет в дальнейшем проложен провод. А когда провод дает в данном случае? В щиток. В щиток. В каком направлении, например? Здесь я уже... Внутри плиты, да? Все это внутри плиты, да? Внутри плиты, да? Внутри плиты, вот он выключатель. Вот идет вот так. Ага, понятно. Теперь понятно. Ясно. Вот эти вот отверстия, запениванные пенкой, я так полагаю, это ваша опалубка, остатки опалубки, да? Да. Это от шпилек. Единственное, это просто заказчик попросил запенить. Запенивать это не надо. Это надо вот эти швы заделывать тогда, когда вот эти отверстия, когда вы делаете штукатурные работы. Понятно. Потому что если вот так оставить, шумоизоляция на нуле, надо штукатуркой закидывать. Ясно. Пойдемте в другую комнату. Давайте в санузел зайдем. Ну, в санузле мы сейчас ничего не увидим, потому что он здесь заложен у нас перпанелями. Как проходки делают здесь с этажа на этаж, в каком виде, в каком формате, вот в самом деле запустим? Ну, есть вариант заложить прямо туда трубу. Второй вариант. Просто это закладываем эти. Также можно заложить из пенопласта. Или из залога, а потом все это вынести, да? Понятно. Решений различных много. Здесь ничего особенного? Нету. Вентиляция у нас уже есть, она в стенах тоже заложена. Эва как? Ну-ка, покажи, пожалуйста. Здесь ее не видно, потому что ее надо молоточком отстучать, тонкий слой бетона. Ну, на крышу выйдем, там увидим. Ага. Вентиляционный канал есть. И дымоход есть, все есть. Их надо просто распечатать. Понятно. Короче, горе тому, кто в проекте не заложил электрику и сантехнику в монолитный дом. Ну, это большие деньги потом. Большие деньги? Это большие. Многие компании это не делают. Вообще практически никто это не делает. Да, вентиляцию ставят, а вот чтобы по электрике... Электрику разводить заранее, это надо быть очень-очень продуманным человеком. Чтобы этот дом был минимум не десятый. Монолитный. Потому что ошибиться очень... В чем преимущество опять же монолитных наших домов? У нас мы сразу отливаем лестницу, у нас плита перекрытия. Кстати, плита перекрытия СМП? Сборная монолитная или нет? Нет. Монолитная плита обыкновенная. Все то же самое. В чем ее преимущество? Она связана с прутками, арматурами со стенами. Здесь у нас всегда поднимается теплый воздух, ее нагревает. И вот тепло, которое она собирает, она передает обратно в стены. Если внутренние перегородки они получают, то внутренние перегородки передают опять же во внешние. Они все равно будут холоднее под утеплитель. То есть это большой аккумулятор тепла, и температурное поле разное в доме в различных элементах. И от более теплого к более холодному телу эта температура переходит. Супер. Мне просто ветер... Олег, парочку слов о теплых полах. Будете, не будете в этом доме делать? Стоит, не стоит в таких монолитных домах вообще заморачиваться теплыми полами? Что у вас здесь запланировано? Вообще теплые полы делятся на две категории. Комфортные полы и теплые. Теплые полы я советую делать в санузлах, потому что человек сырой, выходит, встает ногами на пол, ему хочется тепло. Если брать уже помещение первого этажа, вот кухня, то тут нужны комфортные полы. Чем они отличаются? Это более низкая температура, их не надо использовать в качестве отопления. Если мы будем ходить по более теплым полам, то у нас возникнет постоянно, то у нас возникнет со временем болезнь суставов ног. Ладно, давай не будем так далеко забегать. В данном случае, в данном проекте, какое решение принял заказчик? Что он будет у себя устанавливать? Или они уже здесь у нас есть, но мы их не видим? Нет, я не рекомендую полы сразу теплые заливать, потому что возникнут проблемы в ходе эксплуатации дома. И вот если вы зальете уже по стяжке теплые полы, то вы можете найти причину утечки простым тепловизором. Берете самую теплую точку и ищете, значит у вас здесь утечка. Если вы зальете в монолитную плиту, то вам найти уже будет сложно. Но даже если вы найдете, вам придется долбить это все. Вот я не советую, а самое лучшее это для любых домов, без разницы монолитное и не монолитное, это комбинированное отопление. Друзья, на самом деле я очень интересуюсь, ну и всегда интересовался технологией УШП или утепленная шведская плита, где люди, как бы помолившись, утапливают электрику, сантехнику, трубы. Уже готовые провода и трубы в монолитную плиту. И я думаю, блин, ребята, а если что произойдет? А если ваш замечательный работник возьмет большой гвоздь и в сандале пробьет это теплые полы? Какой бешеный геморрой будет? Допустим, в моем доме на 300-миллиметровой плите, так же как у Олега в этом доме, лежит 10-сантиметровая стяжка. Стяжка имеет свойство быть более мягкой, более податливой для демонтажа. И Олег нам, в принципе, пытался, ну вернее, рассказал о том, что не создавайте себе проблему, не пытайтесь самоналитить все и все. Это делать не надо, себе дороже. Не рекомендую теплые полы делать в спальнях, это вообще категорически. Если у вас будут теплые полы в спальне, вы захотите их отключить, чтобы вам было прохладнее, они будут остывать сутки. То есть вы не получите прохлад, там нужны радиаторы. Вот такое мнение, вот такая рекомендация специалистов. Нет, 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 но я еще могу сказать одну рекомендацию. Мы сейчас в домах монолитных или в принципе любых? В принципе в любых, в принципе в любых. Еще, если вы в спальне сделаете теплый полы, то ставьте рядом графин, просто будет воздух сухой. Что это у нас тут за закладные? А это у нас щиток электрический здесь будет. Так как там котельня, заказчик еще не определился в какую сторону у нас будет. Вот мы решили вот такое отверстие сделать. Хочешь налево, хочешь направо? Хочешь направо. Это у нас под электрику, да? Под электрику. Вот у нас там водная капсула трубы, там будет ввод, вот здесь ввод кабеля будет и здесь устанавливается щиток. А, я понял, понял, да. И отсюда вот все будет растаскиваться по помещению. Понятно. Дорогий электрик взял за эту работу, нет? Мы это сделаем. Самостоятельно? Самостоятельно. То есть бетонщики разбираются в электрике? Нет. Заложить футляры, им даешь схему и все. А, все. Я думал электрик тут. Единственное, приходится проверять за ними. Тяжело протаскивать, кстати, через эти футляры? Нет, нет. Я могу ссылку тебе дать на видео, где я сам лично с подвала на чердак за 10 минут, по-моему, протащил провод. Супер. Ну тогда под видео мы, наверное, увидим эту ссылочку, да? Так. Олег, многие граждане, которые начали свое строительство, переживают за наличие либо отсутствие армопояса. То есть, в данном случае у нас армопояс АЗОРО. А у нас его нету. Почему? У вас его нету. А у нас монолитная единая конструкция. Вот это, это плита. Вот, покажите, вот плита. 200 миллиметров. То есть, заливается стена отдельно, отдельно плита, отдельно стена. Ну, нельзя залить весь дом сразу вместе. Его нету, потому что он сам по себе монолитный. Друзья, в общем, ответ очень простой. Это еще одно из преимущества монолитного строения. Вот и все. Да. То есть, сам дом является, по сути, армопояс. Да. Это жесткая конструкция. Итак, друзья, вопрос о обоснованности того или иного слоя утепления. Допустим, в этом доме у вас слой утеплителя пир панели какой толщины? 120 миллиметров. 120 миллиметров. И коэффициент РФО, тепло-сопротивление по стене какой? Мы берем отдельно утеплитель. Пятерка. Почему мы берем отдельно утеплитель? Потому что к нашим стенам надо относиться, как к телу человека. Мы должны стены защищать, а не воздух в помещении. А у нас это, в большинство случаев, начинают считать, складывать это сопротивление с утеплителем. Ну, как смарт-калк. Ну, это ошибка. Это ошибка большая. Ну, вот представьте, у вас стена полметра из кирпича. Приходит проектировщик и говорит, что тебе холодно? Он говорит, да, холодно. Давай мы тебе добавим еще 50 миллиметров экструзивного пенополистирола. По тепло-сопротивлению это же пройдет? Пройдет. Пройдет. А стена-то будет холодная, в ней минус будет. Ну, потому что три дня надо отопить? Нет. Там хоть три дня, хоть четыре дня отопить. Потому что, если мы сделаем тонкий слой утеплителя, то точка росы, она все равно останется в стене. А надо ее сделать максимально теплой. Из-за этого надо саму стену рассчитывать как тело человека. Утепление брать снаружи. Итак, друзья, рассчитали как тело человека. Итак, здесь почему именно 12 миллиметров? Ну, здесь 12 миллиметров почему? Вернее, 120 миллиметров. Мы рассчитываем температурное поле. Мы не гонимся за мифическим теплосопротивлением. Потому что можно его сделать там и 20Р, но средней температуры стены она не прибавится. Мы добились, что у нас среднее температурное поле в разрезе посередине 21,5 градусов. Если мы прибавим утеплитель еще 80 миллиметров. А табличку Олег приложил, потому что это очень умные рассуждения. Без визуализации очень тяжело разобраться. Если мы прибавим сюда еще 80 миллиметров утеплителя, то мы температурное поле поднимем всего лишь на 2 процента. Всего лишь. КПД получается всего лишь 2 процента, а сопротивление вырастает у нас на 64. В смысле? Если КПД всего лишь от этого мы имеем 2 процента, не более. А как же институт пассивного дома? Ребята там требуют достигать минимум коэффициента R-10 по стене, 13 по потолку. Да я думаю, что это просто все это реклама. Не более. Не более. Надо же продавать материалы. Их надо продавать. Больше пенопласта, больше экстраводий. Больше экстраводий. Это все надо продавать. Вообще, если взять энергоэффективные дома, как развивалось в Европе. В 1972 году ОПЕК, ну там Саудовская Аравия, они поругались с Европой. И они им подняли цены на нефть в 5 или в 6, ну в том числе и на газ. И в то время они первый раз задумались об энергоэффективности. Как спасти дом. Ну сделать более теплым. Начали появляться новые технологии. Это... Пенопласт. Это нет. Это типа газоблок, пеноблок. То есть они начали идти по пути. Увеличивать все сопротивления салонового материала. То, что у нас сейчас делается. Потом эти технологии начали улучшаться. Потому что требования ЕС к энергосбережению увеличились. Появился снаружи пенопласт. Дальше, когда вот эту технологию все уже выбрали. Подушки из пенопласта. Вот такой толщины. 40 сантиметров подушки. Потом, когда это все высосали до конца. Из этой технологии все, что можно. Они начали включать мозг. А почему нам это не вставить туда аккумулятор тепла. Это в 90-х годах они начали уже применять аккумуляцию. Сердцевина. Нет, не сердцевина. Именно внутри помещения. Самый холодный материал должен быть внутри помещения. Они считают, что тоже проходит. Нет, пройти все может. Мы говорим про энергоэффективность здания. Потому что от этой сердцевины зависит теплоустойчивость помещения. Это как вот русская печка. Сложи печку русскую из газоблока. Затопи ее. После протопки она нагреется. Мгновенно у нас тепло. Она не нагреется. Все тепло вылетит в трубу. А, это непонятно. Так и здесь. У нас это работают теплоносители. Это наши радиаторы. Теплые полы. У нас весь воздух нагревается. Куда он улетает? В вентиляцию. И по пути своем, если он не усвоит тепло вот этими стенами, он полностью как в печке из газобетона вылетает в трубу. У нас котел работает постоянно или включается более чаще. Потому что воздух имеет нулевое теплоуслоение. Ноль. А у этого монолитного железобетона коэффициент 18 единиц. У газоблока две технологии. Они начали это использовать. Аккумуляцию тепла уже внутри помещения с помощью вот этих стен. Они могут быть кирпичные, каменные, бетонные. В дальнейшем, в 2008 году, начали ужесточать требования. Двигаться уже некуда. Что они придумали? Рекуперацию. Понял. Я сейчас смеюсь. Подожди. Сейчас у них требования опять увеличиваются. И они уже начинают это придумывать. Надо типа пассивный дом, солнечные вот эти панели. Почему в кредитах продаешь? Ну понятно. Потому что двигаться некуда. У них уже утеплитель есть, аккумулятор есть, теплосопротивление есть, рекуператор есть. Что можно еще придумать? Солнечные батареи? Балерину вставить в цепь, чтобы она крутилась и электричество добывало. Нет. Сейчас смотрю, развлекаюсь, как и многие, над каналом «Смартстрой», где ребята строят дом. Немножко монолитный, немножко иной. Там главный герой, директор «Смартстрой», фамилия не помню. Кажется, Смирнов такая банальная фамилия, не запоминается. Был бы какой-нибудь «Зельный Штольц», я бы запомнил. Ну неважно. И Сергей Петруша, как, наверное, партнер в этом проекте. Ребята строят одноэтажный монолитный дом с деревянным перекрытием, с деревянной крышей. Как у вас дела состоят? То есть там все смело. Ну как немножко можно ехитничать, иронизировать в том плане, что, ребятки, а зачем монолит делать? Крепко. И не горит. Хорошо. А почему потолки деревянные? Она же горит, она же не крепко, она же батутится. Здесь как решим вопрос. Ребята вообще, они идут в правильном направлении. Они идут в правильном направлении. Ну вот у нас… Газоблоки в центре квартиры. Но это, конечно, неправильно, но у них уже что-то идет в каком-то правильном русле. Они это со временем, возможно, газоблоки заменить на кирпич. И тогда нормально. Друзья, мы ржем, понимая, о чем мы ржем. То есть, друзья, газоблоки являются, ну, со слов Глеба Гринфильдта, естественным утеплителем. И естественный утеплитель втаскивать внутрь помещения теплый материал, да, с высокими показателями тепловой защиты, вкладывать в виде перегородок внутрь помещения, а холодный материал, бетон, выставлять в качестве ограждающей конструкции – это идиотизм. Почему они это делают, я не понимаю. Я, вернее, понимаю, потому что настолько тяжело работать с материалом, с исходником, что лить еще внутренние перегородки из монолита. У них просто, наверное, желание отпало в процессе работы. И они газоблоками этими нарубили себе перегородочки. Вообще, это если внутренние перегородки, вот если бы я строил такой дом, я бы делал из белого силикатного кирпича. Такой классный. Белый силикатный кирпич, у него коэффициент типа усвоения где-то 12 единиц. Красный кирпич, он отстает. Какой-нибудь. Именно белый силикатный кирпич – это самый лучший вариант. Отделывать не надо. Отделывать, если красивые швы сделать, отделывать не надо. Вот это классно, штукатурить не надо, шпатлевать не надо, там никакой гидроизоляции и прочее прочее. Столько экономим? Ну да, согласен. Как мы подходим к нашему? У нас вот монолитная плита. Друзья, давайте я покажу все-таки, какая здесь крыша. ВУГОР, Сергею Петрушу и каналу СМАРТ СТРОЙ. Я все их заберу. Так, поехали. Вот у нас монолитная плита. Кстати, вот это, видите, вот эту ржавчину. Ну, ты проверишь, это не ржавчина, это арматурочка. Это не арматура. А что это? Это когда укладывали арматуру, пошел дождик. С арматуры вот эта ржавчина попадала на опалпку и вот ее сейчас вот даже пальцем сотри, она стирается. Понятно. Да, да. Отсюда куда-то уйдет тепло? Ну, только вот в розетке. Вот вверсти под розетки. Нет, они не уйдут. Потому что у нас герметичная такая конструкция. Воздух туда никак не может пройти через эту конструкцию. Это просто лучше нельзя придумать. Я мог бы сказать, что я бы и полистирол бетонный мог бы залить себе потолок. Там тоже ничего не выйдет. Но у вас все более концептуально, все в едином русле. А я сделал себе вот, можно так? Угу. Друзья, а я вот в отличие от Олега сделал себе деревянное перекрытие. Ну, с точки зрения, что производители дерева и стекловатых говорят, ребята, а зачем вам бетон на крыше? Это тяжесть, это излишняя нагрузка. А у нас вот экологичные материалы дерева, которые, оказывается, гниет. И там жучки, паучки, все что хочешь. В стекловате, ребята, живут такое количество насекомых, что просто мама не горюй. У меня там сдохла птичка в стекловате. Там такой рой мух завелся. Примерно сотня дохлых мух под слоем фольги, короче. Ужас, ребята, ужас. Поэтому я вот сейчас никому никогда в жизни не буду советовать деревянное перекрытие на чердак. Потому что батутность сумасшедшая. Ликвидация батутности – это дополнительный ряд уплотнений, то есть сжатие количества насыщения, перекрытие досками. Безумное. Дальше. Жучки, паучки или различные роды животные, они залазят, залетают через те отверстия, которых мы и знать не знали, видывать не видели. То есть недостатков огромное количество. Дальше. Стекловато проседает. Стекловато выделяет в воздух пыльцу, которой мы с вами дышим. Потом детки ваши будут болеть. Появятся в квартире аллергики. Вы не знаете, от чего в итоге ваша кошка или рыбки в аквариуме померли. Вот к этому все идет. Вот с этой крыши, о которой мы сейчас только что поговорили, проблем никаких не будет. Не батутится – раз. Можно организовывать там какую-то зону отдыха – два. Ни животных не заведется три, ни насекомых – четыре. Звуковая защита – пять. Плюсов – огромное количество. И по ценам, друзья, мы хрен угадали, по ценам порой монолитное перекрытие, чердачное перекрытие может быть просто равноценно деревянному перекрытию. А деревяшку будете вы, ребята, ремонтировать. У меня еще мало того. Мало того, когда ты человек такой, не 50 килограмм, а 100 или 120, там это батутность. Все перекрытия как бы там, доски же не крепкие, но на самом деле мы так или иначе каждый раз применаем эту стекловату к вашим, допустим, в моем случае, там гипсоволоконные листы. Или кто делает себе натяжные потолки. Представьте, что вы доигрались там и сделали себе пузо на натяжных полках. Я вам еще скажу недостаток. Когда у нас очень сильный ветер на улице, большие порывы ветра, то у нас это давление внутри помещения и снаружи оно разное. И вот получается, что все, что мы заклеим скотчем, это начинает рваться. У вас даже могут потолочные плентуса отрываться, потому что такое перепад давления. Да, вот это. Да, да. Это дышащий потолок. Это называется давление. Никогда у вас такой потолок теплый не будет, потому что там везде щели, зазоры. Чтобы сделать это качественно, это будет стоить очень дорого. Дешевле залить плиту, мне кажется, чем качественное утепление, то и крыше сделать. Друзья, с точки зрения института пассивного дома, монолитное чердачное перекрытие, это очень хорошее решение. Крутейшее решение, потому что никаких стыков, никаких сочленений, никаких рисковых зон здесь быть не может, потому что все залито камнем. То есть единая конструкция, нет ни однородности никаких. Единственное, снаружи, с той стороны надо утепление сделать. Все. Чем мы и занимаемся. Друзья, кто за монолитные дома, ставим лайк.